В областном общественно-культурном центре собралось более 500 человек. В фойе они могли познакомиться с выставками Брестского областного краеведческого музея Брестской центральной городской библиотеки имени Александра Сергеевича Пушкина, рассказывающими о Великой Отечественной войне. На них экспонировались книги, рисунки, плакаты, диорамы на тему геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Историческая память о Великой Отечественной войне, она в наших сердцах, в наших душах. Хоть прошло уже не очень достаточный период времени, выросли новые поколения, но историческая память, историческая правда является тем оплотом, который позволяет нам в настоящее время бороться и сохранять мир. Как неоднократно говорил и президент нашей страны, что пока мы помним события Великой Отечественной войны, пока среди нас живы ветераны Великой Отечественной войны, пока мы заботимся о них, новая война не должна случиться. Нужно помнить, нужно беречь эту память, но, к сожалению, после самой кровопролитной войны за всю историю человечество не научилось жить по-человечески. Тема войны опять актуальна, она рядом с нами. Об этом говорил на встрече Тенгиз Думбадзе, журналист, телеведущий, человек, который видел войну воочию. На открытом диалоге он и другие спикеры неоднократно акцентировали, ценнее мира нет ничего на свете. Это дорогого стоит, когда ты живешь в стране, где есть мир, где есть возможность воспитывать детей, ходить на работу, вечерами гулять. И нужно ценить то, что мы имеем сейчас. Тенгиз Думбадзе обратил внимание, что как журналист наблюдал последствия многих военных конфликтов и показал фильм, который снял 4 года назад на Донбассе. Вот отрывок из него, который нельзя смотреть без слез. Я живу в подвале, за что? Кто так признал? Почему не в Украине сидит какой-то дядька, который сказал, на юхо-гостоке, там, насколько тысячи людей, которые ты нужны уничтожишь? Ты что, Господь Бог? Почему ты решил, что эти должны жить, а эти должны жить? Виль называется цена независимости. И сегодня, вот я, допустим, в своем выступлении, в преддверии дня, нравится кому или не нравится, но поверьте, мои дорогие, сегодня как никогда мы должны трезво осознать, что этот день независимости имеет огромную цена для всех нас, для каждого. Беларусь – страна, которая помнит, какую боль пережила многомиллионная, многонациональная страна в Великую Отечественную войну, сколько людей погибло на фронтах, в тылу, в концлагерях, в партизанских отрядах, сколько выстрадала наша синяокая, первой принявшей удар фашистского зверя. Мы помним, мы не забудем, мы не простим, но вся Беларусь, все белорусы против войны в любом виде и формате. Бабушки и дедушки нынешних учащихся уже не видели войны, поэтому на уроках истории, в неклассных мероприятиях, посещая музеи города Бреста, посещая Брестскую крепость, неся вахту памяти в мемориальном отряде у стен Брестской крепости, это почетно, это важно, и учащиеся воспринимают эту информацию, новую и ту, которую они знают, искренне очень. Я сегодня вот въезжал в Брест, у меня даже слезы на глазах были. Поверьте, от радости, что мы это смогли сделать за какие-то 30 лет независимости. Из них, если взять, ну лет 15-20, а 10 лет мы наводили порядок. Порядок для того, чтобы страна, как независимая, могла существовать. Нам это удалось. И мы знаем, чего стоит сохранение этого мира. И поэтому мой посыл, призыв будет сегодня к Брестщанам только об одном – дорожите миром и будьте белорусами. За нас никто нашу Родину любить не будет. И не верьте никогда, что кто-то там за кордоном переживает больше, чем мы за наше будущее. Война – это страшно. Где бы она ни была, когда бы она ни была, это боль человека всегда. И как близка сегодня фраза наших бабушек «Лишь бы не было войны». И тем не менее она рядом, рядом с Беларусью. А потому столь важно сегодня, сейчас уметь оценивать ситуацию, взвешивать все за и прозив, отвечать на вопросы «почему», «кто» и «зачем». Уметь отделять зерна от плевел. Сейчас достаточно много мы слышим о попытках прямо или косвенно где-то втянуть Беларусь, нашу Беларусь тоже в этот конфликт. И пока это, слава Богу, не удается, но будут эти попытки продолжаться, и есть ли все-таки шанс. Безумно хотят тянуть нас. Но я говорю, и на вашем лице, всем мамам хочу сказать, заверить, ни один беларус не будет воевать на украинской земле. Я хочу, чтобы вы меня услышали. Я не беру на себя песню, просто я знаю. Я знаю позицию батьки, я знаю, как думают у нас на самых верхах. И никогда не допустят. Самое главное, чтобы вот рядом с нами, вы знаете, прекрасно помню, чтобы оттуда никакой провокации не было. Вот это главное. А мы не собираемся ни на кого нападать. Это однозначно. День независимости Беларусь отметит уже в это воскресенье. Там же завершится просветительская акция «Дорогами мужества и стойкости». 3 июля – повод еще раз осмыслить трагедию и героизм белорусского народа. Вспомнить тот путь, что пришлось пройти для становления государства. И то, что удалось нажить за годы независимости, отстояв свободу и в непростое мирное время.